Девушки отдыхают Здравствуйте! С вами я, Алиса Ганеева, и программа «Наше время 2.0». Три года назад в России был уничтожен последний боеприпас, снаряженный боевым отравляющим веществом. Тем самым была поставлена точка в выполнении нашей страной обязательств Конвенции по разработке, уничтожению, накоплению и производству химического оружия. А тем временем на международной арене разгорелся скандал в связи с отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального ядовитым веществом «Новичок». О том, что такое «Новичок» и какое химическое оружие сейчас существует и, возможно, даже используется мировыми спецслужбами, об этом расскажет мой гость Игорь Никулин, микробиолог, бывший член Комиссии ООН по биологическому оружию. Комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами поговорим об отравлении Алексея Навального. Ну, как известно, ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Сразу же он был помещен в токсикологическое отделение Томской больницы. Долго его оттуда не выпускали. Все мы помним эту историю, когда они пропускали жену. Ну, не так уж долго, двое суток, по-моему. 22-го, в конце концов, да, он вылетел действительно в Германию, в клинику Шерите, где были проведены некоторые анализы, и специалисты заключили, что он был отравлен активными веществами, ингредиентами ингибиторов холинестеразы. Вы утверждаете, что это был не новичок. Да. Почему вы так думаете? Ну, потому что ни одного признака новичка я, например, не увидел. То есть, ну, если вы помните, вот когда отравили боевым отравляющим веществом брата Ким Чен Ина, то у него был и миоз, то бишь сужение зрачков, светобоязнь, пена изо рта, конвульсии. Ничего подобного у Алексея мы не наблюдали. То есть, либо там было какое-то обычное отравление, либо там вообще отравления не было. Отравления не было, а человек в коме, тем не менее. Ну, человек в коме, но бывает. До сих пор еще не пришел в себя. Кома бывает диабетическая, при панкреатите, при многих других медицинских заболеваниях. Поэтому я признаков боевого отравляющего вещества не увидел. Плюс, так сказать, всякие сопутствующие этому делу обстоятельства тоже указывают на то, что все-таки это была спланированная операция. Потому что действия всех участников этого процесса были такие очень синхронизированные. А кого вы имеете? До того, как самолет приземлился, его помощники уже ринулись в гостиницу. Причем они сумели уже найти местного адвоката. И с его помощью изъяли бутылочки с водой. Причем все остальное их не интересовало. Их интересовали исключительно эти бутылки. Но он же пил из бутылки. Он много чего ел там. Эти отравляющие вещества, их следы были найдены в том числе на бутылке. Поэтому я думаю, что... Ну, во-первых, вот у нас отравили в 90-х годах банкира Кевелити. Погиб он, погибла секретарша, погиб патологоанатом, который делал вскрытие. Отравилась следственная бригада, которая была на месте преступления. Ну, вот это похоже на... Поймите, что боевой... Ну, раз отравили не до конца, раз Навальный еще жив, хоть и в полусознании, значит, это был не новичок. Значит, это был не новичок, да. А как же Скрипаль? Между прочим, ни Скрипаль, ни Юлия Скрипаль, ни еще один отравленный мужчина не погибли. Погибла только женщина, британка, которая опрыскала себя всю буквально этим составом. Причем она почему-то была не в Солсбери, а в Эймсбери. Это за 40 километров. Совсем в другом месте, как она... Значит, новичок такой слабенький яд, он травит не до конца? Нет, я думаю, что это просто не новичок. Вон этот ринг, создатель новичка, вообще сказал, что у Скрипалей явные были признаки отравления фентанилом. Это вот опиоидным наркотиком. Поэтому ему вот здесь вот вскрывали трахею, чтобы они могли дышать, потому что там как бы непроходимость горла. Так что там тоже признаки не совпадают. Ну, во-первых, да, то есть каждый участник всего этого представления, назовем его так, знал свой, что ему делать. То есть помощники побежали изымать вещественные доказательства. А что вы находите странного в совершенно логичном действии помощников? Политика, который был в зоне риска многие годы. Ну, я понимаю, что политика. Но как-то очень они делали, очень оперативно. А должны были терять время и ждать, пока он умрет? Ну, во-первых, реакция, так сказать, обычного человека на такую ситуацию чаще всего бывает ступор. Ну, как, твоего вождя отравили. Ну, это люди подкували. 98% людей впадают в такой ситуации в ступор. И только вот 2% есть таких активных людей, которые, они в этой ситуации, наоборот, действуют быстро, решительно, энергично, с нарушением закона. Какого закона? Ну, какого? Ну, хотя бы об оперативно-следственной деятельности, что вещественные доказательства должны изымать следователи или оперативные сотрудники, в присутствии понятых, с описью, прописью и так далее, протокол, отпечатки пальцев. Но одежду ведь изъяли и не возвращают? Ну, изъяли, наверное, и не возвращают. Но, опять-таки, очень быстро был решен вопрос с самолетом. То есть, меньше чем за сутки самолет уже был в Омске. Сколько лететь из Берлина до Омска, опять-таки, сколько надо пройти бюрократических, процедур. Буквально за неделю до этого в германской прессе появились первые публикации о боевых отравляющих веществах. То есть, там готовилась почва. Так что тут все действия были очень синхронными. И это говорит о том, что в отличие от действий наших правоохранительных органов, которые явно такого оборота не ожидали и долгое время пребывали в некой такой прострации, вместо того, чтобы тут же допросить всех участников, позволили этой девушке, которая его сопровождала, улететь с этой бутылкой. Опять-таки, девушка тоже профессиональная, очень подготовленная. То есть, она профессиональный биотехнолог, умеет обращаться с сильно действующими ядовитыми веществами. Так что она первая подозреваемая. Если бы я его сопровождал, то я был бы первым подозреваемым. Для начала разберемся, что же такое группа ядов-новичок, в чем особенность этих ядов. Новичок. Вообще, ни в Советском Союзе, ни в России этот термин никогда не употреблялся. Это термин западный, из британского какого-то сериала, который был в начале нулевых. Прошел по BBC. Поэтому в Советском Союзе была программа фолиант. Это советский бинарный нервно-паралитический газ. Чем отличается бинарный нервно-паралитический газ от обычного? Что каждый его компонент по отдельности либо нетоксичный, либо малотоксичный. И только в момент взрыва получается вот эта боевая смесь, которая там один грамм способен отравить тысячу человек. Не было взрыва, не было и новичка. Относится это к группе ингибиторов холиностераза? Да к ингибиторам холиностераза очень много медицинских препаратов относятся. То есть тут главное, так сказать, вызвать... Замедление всех функций. Замедление нервного, вот этого, передач нервного импульса. Там есть вот этот белок, ну холин, вещество такое, это нейромедиатор. Он пропускает импульс от мозга, или точнее от клетки нервного окончания к мозгу. Соответственно, чтобы мозг реагировал на него. Если как бы заблокировать его вот этим ингибитором, то, соответственно, сигнал не проходит. Человек в такой несколько... Ну, в общем, серьезный получается у него спазм. Поэтому тут очень много медицинских препаратов, которые используются при различных нервных заболеваниях, при всяких там... Ну, паркинсонизм, допустим, болезнь Альцгеймера и так далее. То есть их там два или три десятка. Так что ингибитор холиностеразы – это не боевое отравляющее вещество. Ну, вот вы упомянули ряд публикаций в германских СМИ о боевых отравляющих веществах. Да, вот они как-то очень тоже синхронно. Вот буквально за неделю до отравления, то вот их несколько лет вообще не было ни одной. А тут вот целая серия публикаций выходит. То есть народ готовили... Но надо сказать, что поводов для таких публикаций, в принципе, предостаточно. Довольно часто всплывают кейсы загадочных отравлений, особенно оппозиционных активистов и политических. Почему-то у нас только либеральных активистов, так сказать, такими способами. Надо потравить и других, а какие у нас еще есть оппозиционные. Ну вот Разважаев, например, его назвать либералом в чистом виде сложно. Однако же травили его, травили Петра Верзилова. Ну да, и всех почему-то травили на Западе где-нибудь. И они даже Егора Гайдара где-то в Дублине отравили. Он чуть ли не на карачках уползал на родину, потому что знал, что на родине ему помогут, а там могут залечить. Так что если Алексей сообразительный парень, то ему тоже надо на родину возвращаться. Ну если вы считаете... Потому что там нужна сакральная жертва. В России сакральная жертва правящему режиму точно не нужна. Ну вот вы считаете, что это все спектакль, видимо, отрепетированный. Я считаю, что там явные признаки фальсификации есть. И это подтверждается... В этом участвуют все врачи, и омские, и врачи клиники Шариты, и бесконечные журналисты. Почему? Врачи омские как раз ему помогли. Ну значит, ему действительно было плохо? Ну, наверное, было плохо. Возможно, его отравили каким-то медицинским препаратом. То есть все-таки отравили? Вопрос только чем? Но опять-таки это надо... Нам, к сожалению, наши западные коллеги ничего не предоставляют. Они говорят, вот вы нам поверьте на слово, что его точно отравили. Ну, мы вам уже верили на слово. Много раз. Но каждый раз почему-то ничего не подтверждается. Вы ничего не можете предъявить. Не только там ОЗХО, но даже вообще ничего. То есть вы не даете никаких оснований даже для того, чтобы завести уголовное дело в России. Субтитры подогнал «Симон» Телеканал «Совершенно секретно» рекомендует. Ключ. Офисы и сервис. Выберите свой среди готовых офисов. Гибкие условия и все включено. Гибкие условия и все используют в России. Субтитры подогнал «Симон» Ну, мы все знаем, как проходят судебные процессы в России, и какой может быть исход у такого уголовного дела, поэтому, в общем-то, сомнения, в принципе, не бескочлены. Хорошо, потом-то, если вас не устроит исход уголовного дела в России и суд, пожалуйста, передавайте его в суд по правам человека, в ГАГу, пожалуйста, если у вас есть доказательства, но у вас нет доказательств, у вас есть highly likely. Ну вот опять-таки по поводу новичка. Был ведь какой-то момент в течение этих двоих суток, пока Навальный лежал в Омске, что якобы его тело и все, что соприкасалось с телом Навального, предоставляет собой угрозу окружающим, что все это чуть ли не радиоактивно, и информация исходила как раз от омских врачей. Потом все это сошло на нет. Я, честно говоря, про радиацию я уж точно не слышал ничего. Если это радиоактивно, так это совсем другое дело. Новичок – это фосфорорганика, радиация – это совсем другие вещества. То есть версии менялись, и медики путались в показаниях уже в первые часы поступления Навального? Похоже, что да. Так кто тогда устраивал спектакль? Вот вопрос. Спектакль устраивал не те, кто заинтересованы в этом деле. Людей в погонах, которые сидели в больнице, в коридорах. Ну, понятное дело, что это политическая провокация была, которая очень сильно затрагивает интересы России. Тут никаких сомнений нет, что речь идет о вообще международном престиже страны. Поэтому озабоченность была понятна. Ну, вот еще пару лет назад, по-моему, в марте, генерал Игорь Морозов высказался на тему того, что в России якобы нет химического оружия, поскольку последний грамм был уничтожен в 1917 году в рамках Конвенции химического разоружения. Есть подпись генерального директора ОЗХО, потому что на всех этих этапах присутствовали инспекторы ОЗХО, которые ставили свою подпись, печать, что они полностью этот процесс контролировали. И если наши в 1917 году выполнили свои обязательства, то наши заклятые друзья и партнеры на Западе, США, Великобритания, они до сих пор почему-то свои обязательства по Конвенции не выполняют. И ссылаются, ну, денег у них нет. Вот страны, это так, Америка, как известно, страна бедная, обремененная огромным внешним долгом. Ну, где ей найти 500 миллионов долларов при бюджете Пентагона в 750 миллиардов? Это крайне сложно, сложная задача. Вот обещают теперь к 1925 году закончить. То есть они утилизировали то, что у них, как говорится, истекло о сроке годности. А вот как раз боевые вещества бинарного типа, которые могут храниться там и 20, и 30 лет, они все их сохранили и на всякий случай придерживают, видимо, надеются где-то применить. Они люди практичные, не привыкли так вот разбазаривать материальные активы. А мы искренне, простодушно и честно все уничтожили по вашему. Ну, Россия всегда, так сказать, очень трепетно относила к своим международным обязательствам. Напомню, что в 1993 году даже в Конституции это было записано. Особенно Женевской конвенции и всего прочего. Конечно, Женевская конвенция. Так что тут, к сожалению, у нас был прописан приоритет международного права над нашими внутренними законами и, так сказать, всякими национальными интересами. Ну, еще в 90-е годы, в начале 90-х в московских новостях выходила большая статья журналиста Виллы Мирзаянова, которая называлась «Отравленная политика». И он там вот рассказывал, в частности, про эти яды. Он, во-первых, никакой не журналист. Он соучастник всего этого безобразия. Ну, один из разработчиков, да. Ну, даже не разработчик, то есть его не было в списке номинантов государственной премии. В 91-м году в Советском Союзе была одна из последних государственных премий, выдана именно за создание вот этого бинарного нервно-паралитического газа. В числе номинантов его не было, но он там участвовал как химик-аналитик, то есть он хроматографист. Он следил за тем, чтобы, грубо говоря, ни одна молекула не улетела в воздух этого отравляющего вещества. И поэтому даже его нарабатывали в Узбекистане, и там же испытывали на плато Устюрт. Но он вот заявил о том, что информация о том, что производство таких веществ в СССР было закончено с распадом империи, не соответствует реальности, и на самом деле подобные вещества продолжают производиться. Пусть докажут, где это они производятся. Я знаю, что в том же институте Госнеохте на шоссе энтузиастов, в котором работал этот Вил Мерзоянов, американцы все 90-е годы сидели просто не вылезая. Там бывал и сенатор Ричард Лугар, и сенатор Нан, вот эта поправка Нана Лугара, так называемая, как раз о предоставлении России 500 миллионов долларов на уничтожение нашего химического оружия. Так что все 90-е годы американцы нас так плотно контролировали, как никого, нигде и никогда. Поэтому, чтобы кто-то там что-то смог схимичить в те времена, я это... А после? Уже в нулевые годы? А после, когда мы уже, как говорится, уничтожили... То есть было принято политическое решение не ставить. В 1995 году примерно, когда Мерзоянов сбежал на Запад и опубликовал свою книгу с формулами. Ну какой смысл ставить на вооружение то, что уже полностью рассекречено? Это бессмысленно. Было принято решение просто уничтожить остатки и все. И закрыть эту тему. И больше к ней не возвращаться. Что мы и сделали. Ну вот наши западные партнеры продолжали работать с этим веществом. То есть в конце 90-х они... Пентагон выделил 4 миллиона долларов на утилизацию вот этого предприятия в Нукусе в Узбекистане. И вот этого полигона на плато Устюрт. И там они все вывезли. Все, что они там смогли найти. Наработанные вещества, запасы сырья, оборудование, технологические регламенты. В общем, все, что смогли найти, они все вывезли. И, кстати, работать с этим велись известно где, в Солсбери. То есть американцы вывезли, отравили скайполей, а на кисоньку сказал, да, повар, который пеночку слезал? Ну, можно и так сказать, если очень уж образно мыслить. Я вам рассказываю факты, а вы их пытаетесь интерпретировать как-то так по-другому. Я говорю про то, что я знаю, что Запад этими веществами работал, вот западные лаборатории, американские, британские, в течение последних 30 лет. Может, они на основе этих веществ смогли создать, ну, там же их там порядка 10. А Петров и Башировы – это что, агенты ЦРУ? Я вообще не знаю, что там делали Петров и Баширов. Возможно, они занимались совсем другими делами. Я с ними не знаком лично, поэтому ничего про их задания не знаю. Наверное, они что-то там делали. Может, они, может быть, Скрипаль подал сигнал, что готов, так сказать, сотрудничать. У бывших, как говорится, бывших агентов ГРУ не бывает. Они пошли навстречу, а британцы, узнав об этом, решили, так сказать, двойного агента наказать, чтобы другим было неповадно. Тем более, в одном только Солсбери погибло за последние 15 лет больше 10 высокопоставленных сотрудников при самых различных обстоятельствах. Кто-то в аварию попал, кто-то ухитрился вены вскрыть себе с завязанными руками, кто-то самозастрелился, кто-то разбился на самолете. Вот такие загадочные, серия целых загадочных смертей именно тех, кто работал вот с этими боевыми отравляющими веществами. То есть убили двойного агента, а заодно из двоих собственных граждан не пожалели? Ну, слушайте, в большой игре это не жертвы. Одна наркоманка и ее друг тоже наркоман. Это такая жертва, знаете ли, как говорил, как же его фамилия-то была, лорд Палмерстон в 19 веке, как трудно жить, когда с Россией никто не воюет. Вот он основатель, так сказать, вообще этого термина. Большая игра и вообще идеолог противостояния с Россией. Вот он так примерно говорил. С тех пор мало что изменилось. Вот прошло там 200 лет, но ему всегда очень трудно жить, когда с Россией никто не воюет. Ну, тут вот не очень понятно все-таки, какой именно версии вы придерживаетесь. Либо это сценарий Навального отравили западные спецслужбы и сказали на нас, либо Навального отравила собственная пресс-секретарь, которая химик, к тому же... Химик, да, специалист по отравляющим веществам. Да, заранее все отрепетировала, не пожалела босса. Вот что из этого более правдоподобно? Я думаю, что девушка Мария Певчих является главным подозреваемым во всем этом деле. А заинтересованные стороны, это, конечно, находятся за океаном и на Британских островах. Потому что для Британской империи вообще возможный союз России и Германии – это вообще кошмарный сон. Чтобы этого не допустить, пардон, за последние 100 лет было развязано две мировые войны. Поэтому, чтобы остановить Северный поток, они пожертвовали бы не только Навальным, но и половину своей агентурой в России. То есть это была сверхцель? Конечно, сверхцель – остановить Северный поток, заморозить его, отложить на неопределенный срок. Поймите, что сделка стоимостью 100 миллиардов евро, как в одном фильме было сказано, такими деньгами не рискуют. И Путину, вот именно когда последний этап начинается травить какого-то там оппозиционера, у которого рейтинг 2%, абсолютно не нужно. Это даже крайне невыгодно. А выгодно это вот западным державам, которые много лет работают в этом направлении, что Россию надо изолировать, Россию надо обложить санкциями. Вот шерсть подросла, пора баранов стричь. Вот, собственно говоря, и все. Делают они это при этом в России, на борту самолета, летящего из одного сибирского города в другой российский город? Агентура-то влияние у них есть. И то, что девушка явно имела опыт… Во-первых, она не полетела с ним почему-то в Москву. Она почему-то решила задержаться, она, видимо, руководила операцией по изъятию вещественных доказательств. Потом она с этими вещественными доказательствами сразу полетела в Германию, естественно, ничего не рассказав нашим правоохранительным органам. Как вы считаете, почему молчат стюардессы борта, пассажиры, которые летели вместе с Навальным? Никакой информации от пилота, хотя такое громкое дело. По-моему, я не слышал, чтобы кто-то молчал. Я знаю, что никто не пострадал. И это вот еще раз подтверждает версию, что все-таки это был не новичок. Что угодно, но не новичок. То есть какое-то спецсредство, скорее всего. И, скорее всего, западного производства. И именно поэтому они нам его не покажут и не расскажут. Скажут, да, мы точно знаем, чем его отравили. Потому что мы его и отравили. Но в этих самых НИИ, которые разрабатывали Фолиант или Новичок, многие работники и научные сотрудники этих институтов, ведь потом остались не у дел, без работы. Кто-то эмигрировал. Могли они захватить с собой рецепт яда? Ну, во-первых, рецепт захватил Вилл Мирзоянов и опубликовал его в книге. Что, в общем-то, дало возможность многим странам синтезировать эти. Даже такая страна, как Чехия, Швеция, Германия, Великобритания, все имеют вещества из этого списка. Даже Иран там несколько веществ сумел синтезировать по этой книге. Поэтому он, в общем-то, выдал важнейшую государственную тайну. И в другое время, конечно, его бы как изменника Родины судили. Но вы знаете какие-то реальные кейсы отравления новичком или ядами из этой группы? Какое должно быть действие? Как себя ведет отравленный? Отравленный, во-первых, у него сразу же первый признак – это миоз, сужение зрачков, светобоязнь, судороги, пена изо рта и паралич. И он погибает в течение пяти минут, если ему не сделать укол антидотом. Но тут использовать вот такую эффективную дозу было бы невозможно. Вот на месте отравителей надо было бы выбрать какую-то половинчатую или 25-процентную дозу, чтобы Навальный успел сесть на самолет, пройти регистрацию. Скорее всего, вот есть сведения такие, что вот с этими, то есть в том же Солсбери работали с микрокапсулированием вот этих ядов. Если яд упаковать в микрокапсулу, то человек, допустим, пьет воду с этой микрокапсулы, там вообще какая-нибудь одна десятая миллиграмма. И там через несколько часов, когда микрокапсула в желудке растворяется, начинается действие. Вот теоретически возможно таким образом, но опять-таки это спецсредство, которым и владеют только спецслужбы. И причем западные, потому что они, мы точно знаем, что они с этими веществами работали, потому что они то вносили эти вещества в список изохота, потом они их почему-то убирали, потом они их опять вносили, там у них эта возня продолжалась бесконечно. А давайте поясним для наших телезрителей, что такое список ОЗХО. Ну, список ОЗХО – список веществ, которые вот входят в запрещенный список, которые вообще говоря, если, ну, либо вообще нельзя производить или нарабатывать, либо ты должен, если их нарабатываешь, там, какие-то небольшие количества, там, ну, грамм, там, или 5 грамм, то ты обязан информировать ОЗХО об этом, что это вот было сделано для того-то и для того-то там, чтобы там проверить какое-нибудь там средство борьбы. То есть нарабатывать запасы боевых отравляющих вещества, вещества, никакая страна не имеет права. А вот искать средства защиты имеют право. То есть в лабораторных условиях вы можете там какое-то небольшое количество наработать, проверить там, условно говоря, на мыша. А кто входит в это общество контроля за химическим оружием? Ну, входят специалисты. Из разных стран? Из разных стран, конечно. То есть там находятся в ГААГе, то есть созданы решением ООН. Естественно, там эксперты, высококвалифицированные, со всякими там кучей дипломов и регалий. Ну и есть специальные лаборатории, с которыми они работают, в которых там в сложных случаях обращаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Телеканал «Совершенно секретно» рекомендует. Модные и стильные образы от бренда «Айс Плей». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДВУРВИК, ПРОШКОМ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем для отравления одного человека использовать такие сильные военные секретные составы? Абсолютно незачем. Поэтому я и говорю, что это какая-то фальсификация. Ну, либо такое вот демонстративное отравление. То есть бывает отравление демонстративное, чтобы вот все видели, что этого человека, грубо говоря, наказали. А может быть, по принципу бритвы Оккома гораздо логичнее заключить, что это некомпетентность наших спецслужб? Ну, некомпетентность наших спецслужб. Но мы все видели Баширова и Петрова. Ну и что? Ну, видели мы. А где доказательства, что они... Которые даже не смогли себе алиби разработать. А причем тут, Алиби? Сейчас есть современные, так сказать, мы живем в эпоху информатизации, когда человека можно отследить по телефону, все его передвижения. Где он был такого числа в России, где он был в Лондоне, где он был в Солсбери, там еще где-то. То есть человека можно полностью отследить все его передвижения. Да. Что они там делали, мы не знаем. Что они, возможно, сотрудники, я допускаю. Но никаких доказательств, что именно они отравили, скрипали, а тем более, как британцы рассказывали, мазали ему ручку дверей. Если бы они намазали ручку дверей, то там было бы, погибли бы все, кто вокруг был. Там и птицы, которые пролетали бы мимо. То есть такой сильный яд, даже 1% состав имел бы такой эффект. Конечно. Вы что, это... Ну там одного грамма достаточно, чтобы весь Солсбери отравить. Ну вот вы говорите, что на Западе много таких реальных, активных, действующих разработок. Да. Вот о каких ядах идет речь? Известно? Или это все... Ну, там есть так называемые спецсредства. У каждой спецслужбы, они, естественно, свои, они никогда их не раскрывают. И поэтому, чем отравили Алексея Навального или Скрипаля, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Вон, британцы 200 лет назад организовали убийство российского посла в Иране, Александра Грибоедова. До сих пор засекреченное дело. Так что думаю, что придется долго ждать, пока они это дело рассекретят. То есть, ну, по сути, главные ваши аргументы – отсутствие сужения зрачков, да? Сужение зрачков, отсутствие судорог, отсутствие пены изо рта. То есть это не фосфорорганика. И отсутствие потерпевших, пардон. Мы видели, что ребята, которые забирали эти вещественные доказательства, якобы отравленные, были в перчатках, даже без противогазов, без масок. Нет, маски какие-то у них, по-моему, были. Но они хотели, пардон, босиком по номеру. И никто из них решительно, никто не пострадал. Поэтому, скорее всего, следы новичка были, или вещества из группы новичка, как они правильно говорят, потому что это не новичок, это вещество из группы новичков. Какая-то десятая итерация, может быть, очень слабая, с индивидуальным воздействием. Нет, это вещества, которые малотоксичны, которые, скажем так, не токсичнее какого-нибудь дихлофоса обычного. А в список оно входит. То есть каждый из них по отдельности, оно в список входит. Но чтобы получился вот этот коктейль Молотова, должен произойти взрыв. То есть есть просто коктейль, которым там можно, он может даже немножко гореть, потому что там есть спирт. А есть коктейль Молотова, которым можно танки поджигать. Вот разница примерно такая. То есть вещество из списка, оно там, может быть, вообще не очень токсичное. Действительно его как-то там упаковали в микрокапсулы, если там тем более девушка-токсиколог, специалист по боевым отравляющим веществам, который умеет уходить от камер наблюдения, от контактов с правоохранительными органами избегать. То есть она явно прошла подготовку определенную. Так что это не просто, видимо, девушка, это девушка-спецагент. То есть тут еще и некомпетентность наших правоохранительных органов, которые одну несчастную девушку не могут допросить. Ну, я думаю, если бы она желала, она могла бы дать показания даже в Лондоне, вызвать там нотариуса и так далее. Но я думаю, что у нее никакого желания в этом направлении не прослеживается. Но у вас есть какие-то прогнозы? Будут ли еще подобные случаи отравления российских оппозиционеров? Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А нужно тем, кто хочет против России внести какие-нибудь там новые санкции по любым поводам. Поэтому все возможно. У британцев многовековой опыт отравлений. Это вот просто фирменный стиль. Рыцарей, плаща и кинжала. Они еще русских царей Рюриковичей травили. И Ивана Грозного, и отца его Василия, и деда его Ивана Третьего, и обоих сыновей, и Ивана, и Федора. У всех в останках советские ученые нашли больших, десятикратные и даже двадцатикратные превышения мышьяка и ртути. То есть британские лекари от всех болезней... Апеллировать к средним векам достаточно страшно, странно сейчас. Можно вспомнить там 20 век. Но в 20 веке... Устранение, допустим, того же Григория Распутина британскими спецслужбами. Ну и наши советские ученые не отставали. В 30-е годы были лаборатории с разработками. Такие разработки. Но это все, как говорится, когда цель оправдывает средства, то лес рубят, щепки летят. Когда Советский Союз боролся за мировую гегемонию, за мировую революцию точнее, тогда, конечно, всякие методы применялись. Это у нас сейчас с врагами церемонятся. А тогда привозили в чемодане, судили здесь и расстреливали. Как многих белогвардейских генералов, того же Кутепова и других. Сейчас, как вы знаете, таких методов не применяются. Последнего, кого отравили боевым отравляющим веществом, на моей памяти был Степан Бандера. Но это было, пардон, 60 с лишним лет назад. То есть, такой следующий шаг, который можно было бы ожидать от Навального, это иск против западных спецслужб, отравивших ради каких-то... Карамурза уже подал иск против ФБР. Международных, закурсных. Потому что он им от честного сердца отдал свой анализ, чтобы они бы сказали, что же за вещество, каким его отравили. А они ему не только не сказали, они это дело засекретили. То есть, Карамурзу тоже отравили американцев? Ну, Карамурзу точно отравили. Американцы они наши. И на Западе. Но если бы его отравили наши, то американцы это бы наоборот, на первые полосы газет тут же бы вынесли. Вот русские травят оппозиционеров, у нас есть доказательства. А они это дело засекретили, потому что вещество – это из их арсенала. И это очевидно. И вообще, кроме... Ну, никому это не нужно, травить этих вот либералов, которые максимум могут собрать 2%. Это кроме вот этих наших геополитических противников, это никому больше не нужно. Ну, помните, когда Карамурза лежал в больнице, там у него тоже возникли некие проблемы, у его друзей-сподвижников, с анализами, с вывозом пробирок в Израиле для получения какой-то независимой экспертизы, потому что наши таможенники не сразу выпустили. Было множество бюрократических проблем. То есть нам тоже было невыгодно, чтобы стало известно правдой. Наверное, ни одно государство не понравится, если его обвиняют в нарушениях, тем более Конвенции о запрещении химического оружия. Понятно, что это как-то вызывает у любых чиновников шок и трепет. Почему же травят не насмерть в таком случае? Ведь какой был бы сильный эффект разорвавшейся бомбы, если бы главного критика Путина вдруг не стало бы? Если уже они настолько циничны, не жалеют и готовы жертвовать людьми? Ему повезло, что наши врачи оказались. То есть омские врачи. Что летчик посадил вовремя самолет. Вон с аналогичными, кстати, симптомами недавно, год назад отравили другого оппозиционера. Никиту Исаева. Но он ехал в поезде. И пока поезд доехал, у него тоже возникли сильные боли в животе. И он тоже достаточно молодой человек. Ему там 41, по-моему, год был. Но в тот момент это никому было неинтересно. Поэтому из этого никакого хайпа и не сделали. Не исключено, что его тем же самым веществом отравили. Но если это сделали наши спецслужбы, им никакой хайпа не нужен. Тогда все правильно. Если бы это сделали наши спецслужбы, хайп подняли бы на Западе. А раз на Западе хайп не подняли, то никому не нужно вообще бы. Игорь Викторович, а вообще нужны ли подобные химические разработки? Вы как специалист жалеете о том, что у нас в стране они официально прекращены? Я бы предпочел, чтобы эти разработки прекратились и в других странах. И чтобы все страны выполняли конвенцию. Но, к сожалению, опыт показывает, что вон хотя бы трагическая судьба мертвых латерноамериканских президентов, которые его пачками гибнут от онкологии, показывает, что, к сожалению, не все еще в мире разоружились. В отличие от нас. Как страшно жить. И только один островок спокойствия – это Россия. Где, если кого и травят, то только враги с Запада. Ну, по-всякому бывает. Но если из этого делаются целенаправленные пропагандистские кампании, устраиваются, значит, следы ведут за океан. Или, как минимум, на британские острова. Спасибо, Игорь Викторович, за интересный разговор. Пожалуйста, обращусь. Ваше особое мнение. Дорогий, прошу. С вами была Алиса Ганиева и программа «Наше время 2.0». Всего доброго. Дорогий, прошу. Субтитры создавал DimaTorzok